Уважаемый Касымжамар Кемелевич, уважаемые гости, дамы и господа, еще раз от всей души Касымжамар Кемелевич, приветствую вас в Азербайджане, добро пожаловать в нашу страну. Вы совершаете официальный визит в Азербайджан, что является проявлением дружбы и братства между нашими народами. Сегодня в рамках визита состоялись обстоятельные переговоры, обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, вопросам, связанным с региональной безопасностью, с вопросами международной проблематики. Подписано много документов, некоторые из них подписаны в нашем присутствии, а всего более 20 документов подписано сегодня между соответствующими структурами, что создает еще более широкую правовую базу наших отношений. Конечно же, среди этих документов особо хотел бы отметить только что подписанную декларацию об укреплении стратегических отношений и углублении союзнических взаимоотношений между Казахстаном и Азербайджаном, что само название этой декларации говорит о важности этого документа. Мы не только стратегические партнеры, но и союзники, и это накладывает, конечно, особую ответственность на нас, и мы к этой ответственности готовы. Декларация охватывает очень много направлений нашего сотрудничества и, конечно же, будет служить очень серьезной базой для наших будущих действий. Мы определили пути развития нашего сотрудничества на международной арене, мы активно взаимодействуем в ведущих международных организациях, и, конечно же, создаются новые предпосылки для многостороннего сотрудничества. В июне в Баку состоялась встреча министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции, что является новым форматом многостороннего сотрудничества, и это сотрудничество имеет большую перспективу. Также в совместной декларации отражено возможное дальнейшее развитие многостороннего сотрудничества Азербайджана с пятью центрально-азиатскими странами, что также является, думаю, естественным, поскольку и история, и традиции, и культура наших народов диктует более тесное взаимодействие во всех сферах. Мы сегодня подробно говорили о сферах транспортно-логистического направления и дали соответствующие поручения членам правительства интенсифицировать контакты, поскольку средний коридор, который объединяет наши страны, имеет очень большую перспективу. И в Казахстане, и в Азербайджане уже создана современная инфраструктура, которая позволяет транспортировать большие объёмы грузов, но мы определили дальнейшие направления сотрудничества с тем, чтобы ещё больше увеличить пропускную способность среднего коридора. Также в совместной декларации отмечена важность соединения Восточно-Зангизурского района Азербайджана с Нахчеванской автономной республики Азербайджана, что также будет частью среднего коридора. И я проинформировал Касым Джамар Кемельевича о той работе, которую мы осуществляем на освобождённых территориях. Хотел бы, пользуясь возможностью, ещё раз выразить благодарность президенту Казахстана за инициативу по созданию в городе Физули, освобождённой от оккупации, Центра творческого развития детей. Сегодня презентация этого центра была сделана, и мы ещё раз увидели, насколько тепло в Казахстане относится к проблеме возвращения бывших беженцев, насколько эта проблема также актуальна и для Казахстана. И мы очень благодарны за эту инициативу, это проявление дружбы, братства, солидарности. И уверены, что Центр творчества детей, который будет носить имя великого сына казахского народа Курман-Газы, помимо всего прочего, также будет и центром казахстанско-азербайджанской дружбы. Я ещё раз хотел бы выразить благодарность президенту Казахстана за награждение меня Высшим Орденом Казахстана, Орденом Алтын-Кыран, что переводится как «Золотой Орёл». Я расцениваю это как дань уважения всему азербайджанскому народу, как выражение отношения к тем усилиям, которые я прилагал и буду предлагать для развития братских отношений между нашими странами и народами. Сегодня во время нашей встречи я подробно информировал президента Казахстана о нынешнем состоянии процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и также подтвердил намерение Азербайджана к установлению долгосрочного и прочного мира в регионе Южного Кавказа. Также выразил благодарность за постоянную поддержку со стороны Казахстана нам и во время оккупации в рамках международных структур поддержка территориальной целостности Азербайджана, так и после Второй Карабахской войны. Мы это в Азербайджане хорошо знаем и очень высоко ценим. Мы также коснулись вопроса сегодня в рамках бесед и обсуждений, как увеличить товарооборот, но думаю, что концентрация именно на тех приоритетных направлениях нашего взаимодействия в рамках транспортно-логистической сферы, в свою очередь, позволит и осуществлять больше экспортно-импортных операций. И я думаю, что есть большой потенциал. Думаю, что президент Казахстана озвучил цифру, к которой мы должны стремиться – товарооборот миллиард долларов. Думаю, что это вполне реально с учётом нацеленности обеих сторон на углубление нашего взаимодействия. И, конечно, обсуждали и другие вопросы, связанные со сферой ИКТ, вопросы гуманитарного сотрудничества. Иными словами, сегодня сфера обсуждения была достаточно обширна, и по каждому направлению мы видим полное совпадение взглядов наших стран. Что ещё раз говорит о том, что Казахстан и Азербайджан не только на словах, но и на деле являются стратегическими партнёрами и союзниками. Я ещё раз хочу выразить благодарность президенту Казахстана за визит в нашу страну, за то отношение, которое мы видим с его стороны, со стороны братского казахского народа. Хочу пожелать от своего имени, от имени всего азербайджанского народа успехов во всех начинаниях Касымжамар Кемельвича. Я уже во время беседы выразил своё отношение к тем реформам, которые он проводит, к реформам, направленным на экономическое развитие, шагам, направленным на укрепление независимости, суверенитета Казахстана. Мы в Азербайджане полностью поддерживаем эти реформы, и самое главное, что они поддерживаются народом Казахстана, который видит, что слова и дела президента не расходятся между собой. Наоборот, видят результаты деятельности Касымжамар Кемельвича по дальнейшему развитию Казахстана. Мы этому, как друзья, как братья, очень рады и хотим пожелать дальнейших успехов всему братскому народу Казахстана, благополучия и мира. Благодарю за внимание.